Всем привет дорогие друзья, с вами Станиславский. Как и обещал, подводить итоги сезона 2019 я буду в двух частях. Первая была посвящена результатам команд, поэтому если вы еще ее не видели, то обязательно посмотрите. Ну а сегодня мы поговорим о пилотах. Точно так же как и в прошлый раз, я буду сравнивать окончательные результаты с прогнозами, которые давал еще в январе 2019 года. И забегая немного вперед, скажу, что в отличие от ситуации с коллективами, где я угадал всего лишь 2 из 10 исходов, с гонщиками все получилось ровно наоборот. Так что усаживайтесь поудобнее и погнали. Но перед началом небольшая рекламная пауза. Рассматривать результаты пилотов Вильямс можно лишь относительно друг друга, ведь совершенно очевидно, что их болит не позволяет бороться ни с одной другой командой. Поэтому если мы посмотрим на сухую статистику, то увидим, что Джордж просто разгромил своего более опытного напарника, повторив прошлогоднее достижение Алонса по счету в квалификациях. При всем уважении к Роберту, мне кажется, что его возвращение в Формулу-1 было больше маркетинговым ходом, нежели реальными надеждами на высокие результаты. Кубица безусловно отличный пилот. Однако из-за своей аварии сейчас он уже не может выступать на прежнем уровне. А учитывая, что и сам Рассел великолепно проявил себя в дебютном сезоне, то в совокупности этих факторов мы и увидели такой результат. Правда, надо признать, что именно из-за собственной ошибки британца единственный балл коллективу за весь год принес именно Роберт. Но в целом эта ситуацию не меняет. Так что, как я и говорил в прогнозах, в данной паре молодость одержала верх над опытом. Поэтому посмотрим, как Джордж проявит себя в следующем году, выступая уже с новым напарником. Ну а кубице пожелаем удачи либо на месте третьего пилота, либо гоняясь в другой серии. История совместных выступлений Магнусона и Грожана длится уже три года. Напомню, что с самого начала появления этой команды в чемпионате, именно Роман считался ее беззаговорочным лидером. И в первые года он действительно оправдывал это звание, то и дело побеждая своих напарников. Однако, начиная с прошлого сезона, к нему вернулись ошибки и нестабильность, которыми он так славился в начале своей карьеры в F1. Из-за них он не только второй раз подряд проиграл Кевину, но и потерял уважение среди болельщиков. В голосовании за худшего пилота по итогам нынешнего сезона, зрители с большим отрывом выбрали именно его. К тому же, зная неуступчивость обоих гонщиков, неудивительно, что они начали вести войну между собой, в результате которой они лишь усугубляют ситуацию и теряют и так единственные возможности побороться за высокий результат. Этот год исключением не стал. Сначала они столкнулись в Барселоне, из-за чего по радио пришлось вмешиваться Гюнтеру Штайнеру, затем Сильверстоун, где из-за контакта на первом же круге обоим пилотам пришлось сойти, но и Германия, когда к делу вновь подключилось руководство. Естественно, на таком фоне была очень большая вероятность смены состава. Если насчет Магнусона все было понятно, то вот на место Грошана рассматривали несколько претендентов, но по итогу французу решили дать еще один шанс и все-таки оставили в команде. Но, в общем-то, главной проблемой американцев являются не гонщики, а машины, форма которых вгоняет обоих пилотов в тильт. Уверен, что если Хас удастся разобраться с техническими проблемами и построить достойный болид, то и Кевин, и Роман проявят себя лишь с лучшей стороны. Поэтому с нетерпением ждем их выступлений в следующем году. Если в Вильямсе я был полностью уверен в победе молодежи, то вот насчет ситуации в Альфа Ромео ровно наоборот. После ухода Кимми из Феррари лично для меня главным вопросом оставалась его мотивация. А нужны ли ему вообще эти гонки? Действительно ли он хочет, как и прежде, выступать на максимуме? И, если честно, учитывая своеобразный характер Айсмана, за весь сезон я этого так и не понял. Однако за него говорят результаты, благодаря которым, по сути, команда и удержалась на плаву. Всю первую половину сезона единственным, кто приносил очки коллективу, был именно Райканен. Ему сразу же удалось адаптироваться к машине. А благодаря колоссальному опыту, в гонках он грамотно пользовался предоставленными шансами и достигал относительно высоких результатов. Антонио же очухался лишь ко второй части чемпионата, списав все на то, что ему тяжело дался пропуск двух сезонов. Кстати, для тех, кто не знает, в 2017-м Джовинацио уже проводил несколько гран-при, заменив получившего травму на гонке чемпионов Паскаля Верляйна. Поэтому формально он новичком не являлся. Но в паре с Кимми команда поставила ему четкую задачу – по максимуму перенять опыт у старшего товарища. А делается это для того, чтобы в 2021 году уже именно итальянец выполнял роль учителя. Ведь к тому времени в Альфу должен прийти либо Мик Шумахер, либо Роберт Шварцман. Поэтому пока они также будут осваиваться в королевских гонках, тащить на себе команду и помогать ученикам придется уже Антонио. А доказать, что он действительно подходит на эту роль, он может только своими результатами. Поэтому не оправдав надежд в первом полугодии, руководство команды долго не хотело продлять с ним контракт. Но увидев улучшение после середины сезона, все-таки подарили ему еще один шанс. Так что если Джовинацио хочет остаться в Формуле-1 на еще несколько лет, то в следующем году он должен просто рвать и метать, начиная с самых первых гонок. Иначе больше мы его тут не увидим. Ну а Кимми, скорее всего, будет проводить свой последний сезон в карьере. И я уверен, что уйдет он красиво. А вот еще одна пара, в которой лично для меня все было очевидно. Несмотря на то, что подавляющее большинство болельщиков откровенно не верят в Строла, я считаю, что периодически он действительно способен показывать очень хорошие результаты. Однако если сравнивать его с мега-опытным Чека Пересом, то, конечно, Лэнсу предстоит еще учиться и учиться. К тому же, руководство абсолютно не скрывает того, что мексиканец частично выступает здесь в роли тренера, которой они полностью довольны. А добавляя сюда его великолепные результаты, нет ничего удивительного в том, что с ним продлили контракт аж на целых три года вперед. И точно так же, как и в предыдущей паре, пока более молодой гонщик допускает ошибки и не реализует потенциал болида на 100%, Перес же пользовался каждым предоставленным шансом и тащил команду на себе. А вот основной проблемой Лэнса стали квалификации. За весь сезон он 14 раз не смог выйти из первого сегмента, поэтому, несмотря на относительно неплохой темп в гонках, ему так и не удавалось дотянуться до очковой зоны. Так что если он улучшит свои результаты в этом компоненте, то пускай и не обгонит, но хотя бы приблизится к показателям Чека, что для него уже будет являться неплохим достижением. А учитывая гарантированное место в Формуле 1 благодаря деньгам своего отца, таких шансов у него будет еще очень и очень много. Анализировать результаты пилотов Тора Росса нужно в двух частях. Да и в принципе, если вспомнить, как выступали Квят и Гасли, то по сути весь их сезон можно разделить на до и после проведения очередных рокировок от Хельмута Марка. Даниэл не слишком уверенно начал год после своего возвращения. Казалось, что его так и преследуют прошлогодние неудачи. Где-то команда поставит старые шины на финальную квалификационную попытку, где-то в него врежутся и испортят гонку как в Бахрейне, где-то он и сам ошибется и как обычно получит супер суровый штраф. В общем, ничего нового. Однако, в отличие от его предпоследнего сезона, ему все-таки удалось переломить ситуацию. Во многом, благодаря очень аккуратным стартам. Квят не боялся потерять несколько позиций в начале гонки. Для него было важно просто избежать попадания в какие-либо инциденты. А вот уже по ходу дистанции он включался на максимум. И то и дело приезжал в очки. Такой подход действительно давал свои плоды. И он уверенно опережал своего первого напарника по очкам. Ну а вишенкой на торте, конечно же, стала гонка в Германии, где благодаря собственному безошибочному пилотажу, а также великолепной стратегии со стороны команды, россиянину удалось приехать на подиум. Казалось, что Даниилу ничего не может помешать триумфально завершить сезон. Однако после летнего перерыва он столкнулся с огромным количеством технических проблем, связанных с силовой установкой, из-за которых, по сути, не мог нормально бороться аж в трех гонках подряд. Затем были достаточно спорные эпизоды в Мексике и США, где Квят получал штрафы и вылетал из очковой зоны. Но зато последнюю гонку он провел отлично. Так что если суммировать все его достижения за этот год, то возвращение, безусловно, удалось. Сейчас весь вопрос стоит в том, а что же дальше? Хочет ли Даня остаться в Торороса на 2021 год? Или же пожелает уйти в новый коллектив, уже за пределами концерна Рэдбула? Что бы он ни выбрал, в следующем году ему в любом случае надо показывать сильные результаты. И Квят на них, безусловно, способен. Так что продолжаем поддерживать нашего парня и желаем ему всяческой удачи. Что же касается Гасли, то для него сезон развивался ровно наоборот. До своего ухода из старшей команды он, наверное, был самым ненавистным пилотом во всем пелетоне. Его откровенно слабые выступления на фоне Ферстаппена практически стоили ему всей карьеры. Ему никак не удавалось бороться в лидирующей группе. И максимум, на который он был способен, это всего лишь шестое место. Причем иногда даже эту позицию ему приходилось отбивать у Сайенса в упорной борьбе. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в конце концов он потерял доверие со стороны Рэдбула и был переведен в младшую команду. Чтобы гарантированно сохранить свое место в F1, Пьер был просто обязан сразу же адаптироваться к новой машине и моментально демонстрировать достойные результаты. С чем он прекрасно справился. На фоне проблемы неудач Квята, Гасли то и дело удавалось набирать очки. Его репутация потихоньку начинала восстанавливаться, а окончательно закрыть все вопросы о своем будущем, ему удалось в Бразилии, где благодаря великолепному пилотажу и большому количеству сходов француз смог завоевать подиум. Безусловно, вторая часть чемпионата получилась для него успешной, но почему-то многие совершенно забыли о первом полугодии. Если Пьер и дальше хочет оставаться в королеве автоспорта и более того, снова получить место в топ-команде, то хорошо выступать нужно не только половину сезона, а от начала и до конца. Поэтому к Гасли еще есть куда стремиться. И как мне кажется, именно благодаря соперничеству с Квятом и тот и другой будут развиваться и становиться еще сильнее. Так что в следующем году между ними будет настоящая бойня. И кто знает, может быть победитель получит новый подарок от Хельмута Марка. Точно так же, как я расстроился неоправданным ожиданием относительно результатов Рено, печально мне смотреть и на выступление лично Хюлькинберга. И дело тут не в том, что мой прогноз не оправдался, а в том, что Ника из-за своих ошибок по итогу потерял место в Формуле 1. Кто бы что ни говорил, но лично я считаю его достойным и быстрым пилотом. Однако этот сезон он действительно провел откровенно слабо. Я до сих пор помню его сход в Германии, когда он реально претендовал на свой первый подиум. Пилоту с таким багажом опыта подобные ошибки непростительны. К тому же, по всем показателям Рикьярдо был лучше. И это еще раз подчеркивает то, что Дэн действительно один из сильнейших пилотов чемпионате. Он пришел в команду, где Ника на протяжении нескольких последних лет являлся откровенным лидером. И даже несмотря на серьезную потерю мотивации, из-за того, что форма французов явно не оправдала его ожидания, Рикьярдо удалось уверенно стать первым номером команды по абсолютно всем направлениям. Но даже с такими показателями руководство Рено честно призналось, что их главными проблемами в этом году были не пилоты, а машины. Поэтому никаких претензий к Халку они не имеют. Более того, в ходе достаточно много слухов о том, что возвращение Акона это больше политический ход. Ведь французский коллектив очень хотел видеть в своих рядах французского пилота. Собственно, именно поэтому они и произвели эту замену. Но если честно, лично у меня есть четкое предчувствие, что для Ника это еще не конец. В 2021 году нас ждут большие изменения. В том числе, они коснутся и составов команд. Поэтому, учитывая былые заслуги немца, он действительно имеет все шансы вернуться в чемпионат. Причем, возможно, даже в топ-команду. Перед началом сезона мне казалось, что в этой паре никакой борьбы не будет. Уж слишком хорош был Карлос перед своим переходом в Макларен. Более того, заменив одного испанца, руководство рассчитывало, что другой тоже возьмет на себя роль лидера и станет тащить коллектив на себе. И Сайенс с этой задачей действительно справился. На фоне серьезной прибавки в темпе британских болидов, Карлос стал безоговорочным лидером средней группы. Создавалось впечатление, что он даже больше борется за позицию со второй машиной Редбула, чем со всеми остальными средниками. Так что его шестое итоговое место в чемпионате является абсолютно заслуженным. Более того, я очень рад, что Сайенсу наконец-то удалось завоевать свой первый подиум в карьере. Он уже доказал, что действительно его достоин. Но по разным причинам ему никак не удавалось дотянуться до заветного пьедестала. Конечно, само награждение получилось довольно-таки странным, ведь об окончательном результате стало известно уже после официальной церемонии. Но я уверен, что Карлосу даже не стоит расстраиваться. У этого парня еще все впереди. И я уверен, что мы еще не раз увидим его держащим кубок над головой. Что же касается Ланда, то лично для меня этот парень стал настоящим открытием сезона. Честно признаюсь, что до его прихода в F1, я знал его лишь как человека, приносящим чай Алонса. Но буквально с первых же гонок увидел в нем огромный потенциал. Он очень быстро адаптировался к новой технике и практически сразу же начал демонстрировать хорошие результаты. А когда Карлос сталкивался с проблемами в гонках, то именно Норрис брал на себя ответственность и все-таки приносил команде заветные очки. Однако часто ему откровенно не везло. Когда он действительно претендовал на высокие позиции, его то и дело подводила техника, чего стоит лишь сход в Бельгии уже буквально на финише гонки. Собственно, именно этим и обусловлена практически двухкратная разница по очкам. Но по квалификациям борьба шла до самой последней гонки и победу в ней одержал именно британец. Поэтому и я лично, и миллионы болельщиков по всему миру признали его лучшим новичком этого сезона. Тем самым, еще раз подтвердив, что нынешний состав Макларен является одним из сильнейших во всем чемпионате. В отличие от своих коллег из Торороса, эти парни были стабильны по ходу всего сезона. Несмотря на то, что Албан буквально в последний момент оказался в Формуле 1, он примерно на равных выступал с Квятом все первое полугодие. А благодаря великолепным гонкам в Бахрейне и Китае заслужил уважение среди руководства и болельщиков. Поэтому, когда настал момент принятия решения о замене, то Хельмут Марко решил дать шанс именно Алексу и в конечном счете не прогадал. Да, если смотреть на его результаты относительно Ферстаппина, то он был точно так же далеко, как и Гасли. Но в отличие от француза, в отдельных гонках Албану удавалось бороться даже за подиум, как например в Японии или Бразилии. К тому же, выступая в одной команде с Максом, любой должен заранее смириться со статусом второго номера. А его главной задачей будет просто не мешать Ферстаппину, но при этом набирать максимум очков, чтобы работать на Кубок Конструкторов. И с этой ролью пока Алекс справляется хорошо, благодаря чему можно с полной уверенностью сказать, что дебютный сезон для него удался. Что же касается Макса, то он набрал просто феноменальную форму. Создается впечатление, что он выжимает из болида даже больше, чем в нем есть на самом деле. К тому же, по уровню стабильности он ближе всех подобрался к Хэмильтону. И будь у него в руках чемпионская машина, я уверен, что голландец бы смог навязать ему равную борьбу. Его единственной реальной ошибкой я бы назвал поведение на Грам-при Мексики. В квалификации, зная, что он гарантированно займет Пол после аварии Ботоса, Макс решил повыпендриваться и зачем-то продолжил атаковать под желтыми флагами. За что в конечном итоге получил штраф и откатился назад. Если он хочет бороться за чемпионат, то такое ребячество недопустимо. Он всегда должен думать рационально и понимать, каким последствиям может привести то или иное решение. Но определенный прогресс в этом плане от его предыдущих сезонов все-таки есть. Так что рано или поздно он все-таки должен окончательно повзрослеть и стать более серьезным. Но как бы то ни было, сейчас становится абсолютно очевидным, что команда нуждается в нем больше, чем он в ней. Если Рэдбулу так и не удастся построить лучший болид, то с большой долей вероятности Макс может покинуть коллектив. С его навыками, а также невероятной поддержкой со стороны болельщиков, он будет желанным гостем в абсолютно любой команде. Так что в зависимости от результатов следующего года, можно будет достаточно легко сделать вывод о его будущем. Когда я видел ошибки Себастьяна в предыдущих сезонах, мне казалось, что все дело в отсутствии реальной конкуренции внутри команды. Райканен был всегда готов помочь своему товарищу. К тому же, он лишь изредка опережал его и особо не выделялся высокими результатами. Поэтому когда Феррари сообщили о его замене на Леклера, я подумал, ну вот оно, сейчас придет молодняк, который наконец-то заставит Фетеля попотеть и вернуться на прежний, чемпионский уровень. Однако, точно так же, как и с общими ожиданиями от команды, все получилось ровно наоборот. Изначально Шарля рассматривали как второго номера. Если вы помните, то уже в Австралии его попросили пропустить Себа вперед. Тогда все начали думать, что Скудерия снова взялась за свое и пытается откровенно работать лишь на одну машину. Но буквально в следующей гонке, Леклер продемонстрировал, что он не намерен смириться с этой участью. И если немец действительно хочет удержать свое положение в команде, то он должен доказывать это на трассе. Но точно так же, как и в 2014-м, увидев реальный отпор со стороны своего напарника, Фетель начинает теряться еще больше. В Бахрейне, вместо того, чтобы все-таки принести победу Феррари после возникновения проблем с двигателем у Шарля, Себ оформляет свой фирменный разворот в борьбе с Льюисом. И по итогу не приезжает даже на подиум. В Канаде, лидируя в гордом одиночестве, он допускает невынужденную ошибку, за которую получает штраф и снова теряет первое место. Тогда казалось, что он еще не осознает всего масштаба проблемы. Но вот уже после летнего перерыва, когда Скудрия все-таки нашла темп и начала свою победную серию, Фетель наконец-то понял, что место под ним начинает шататься. Уступив позицию Шарлю на гран-при Бельгии и сыграв роль оттормаживающего, он дал повод болельщикам говорить о том, что первым номером действительно может стать Леклер. К тому же, во время квалификации на гран-при Италии, когда Шарль должен был дать Слипстрим Себу, то ли по воле самого Монегаска, то ли из-за очередной ошибки команды или просто по неудачному стечению обстоятельств, Фетель не успел пойти на быстрый круг. И вот с этого момента он понял, что отныне каждый сам за себя. Но в погоне за результатом он лишь снова развернулся и в очередной раз провалил гонку. Даже его победа в Сингапуре, по сути, была больше заслугой команды, нежели его чистого темпа. Ну а то, что произошло в Сочи, по-другому как кармой и не назовешь. Наплевав на договоренности перед гонкой, Себастьян, все-таки воспользовавшись Слипстримом Леклера, видимо посчитал, что таким образом он возвращает свой долг. Поэтому сам немец отдавать позицию обратно не стал. Но по ходу гонки столкнулся с техническими проблемами, из-за которых сошел сам и, более того, позволил Мерседесам воспользоваться моментом и вырваться в лидеры. Эта ситуация вообще идеально описывает всю нынешнюю концепцию Феррари. И когда казалось, что вроде бы все уже устаканилось, в Бразилии происходит инцидент, который окончательно ставит точку в вопросе сохранения этого состава на будущее. Поэтому уже в межсезонье Скудрия приняла решение продлить Шарля аж до 2024 года, по всей видимости, сделав окончательный выбор относительно первого номера. А учитывая, что руководство не скрывает желание четкого разделения между приоритетами пилотов, то с большой долей вероятности после 2020 года Себастьян покинет коллектив. А Кликлеру доберут пилота, готового быть номером 2. И как мне кажется, в этом сезоне Шарль действительно доказал, что он может потянуть такую нишу. Он не только не потерялся на фоне своего более именитого соперника, но и победил его по всем показателям. К тому же, у него нет боязни выступления в топ-коллективе и сражениях с лучшими из лучших. Конечно, периодически он допускает ошибки, и ему есть куда стремиться. Например, можно вспомнить гонку в Австрии, где он недостаточно жестко оборонял позицию от Ферстаппина и, по сути, упустил победу. Но одним из достоинств Шарля является то, что он не боится признавать своих косяков. И более того, старается сразу же их исправлять. У этого парня действительно большое будущее, так что как только у него в руках окажется чемпионский болид, всем остальным ой как не поздоровится. После победы в первой гонке сезона мы увидели, как он сам себя назвал, Ботаса 2-0. Во всех интервью Вальтери откровенно признавался, что больше не намерен быть командным игроком и во что бы то ни стало постарается реально поворотся за титул в этом сезоне. Но его настроя хватило буквально до гонки в Азербайджане, после которой он откровенно сдал свои позиции. Безусловно, математические шансы сохранялись аж до Грам-при США, но реальные, по моему мнению, были потеряны уже в Германии, когда, зная о проблемах Льюиса, Фину нужно было кровь из носу цепляться за высокий результат, чтобы разом отыграть кучу очков, а вместо этого он допустил собственную ошибку и разбил болид. К тому же, после подписания договора на следующий сезон, уже в Сингапуре мы вновь услышали знаменитую фразу «Вальтери Итс Джеймс», и вместо того, чтобы воспротивиться ей, ведь формально он еще боролся за чемпионат, по итогу он снова подчинился и начал отормаживать противников ради Хэмильтона. Ну и после этого все уже стало ясно, так что оценивать сезон «Вальтери» можно с двух сторон. Безусловно, относительно своих прошлогодних результатов за «Мерседес», в этом сезоне он выглядел лучше, но если мы рассматриваем его как пилота лучшей команды в Пелетоне, и соответственно, одного из главных претендентов на титул, то здесь он так и остался вторым номером, лишь подарив нам надежду в самом начале. Перед зимними каникулами он сказал, что в 2020 году мы увидим уже Ботаса 3.0. Не знаю, какие изменения ждут нас в новой версии, но надеюсь, что в этот раз его боевого запала хватит не только на первые гонки, но и на весь сезон. Ну а что же касается Льюиса, то лично для меня он точно входит в тройку лучших пилотов нынешнего чемпионата. Он также ошибается реже остальных. Не позволяет себе грубость и выходки на трассе, за которые можно было бы получить штраф. Полностью реализует потенциал своего болида, доводя дело до победы, когда у «Мерседеса» действительно есть преимущества. Ну и в общем-то, как и раньше, всегда работает на чемпионат, стараясь минимизировать потери и показать стабильные результаты. На словах кажется, что все это очень просто, однако ни одному из других пилотов, реально претендующих на титул, не удается реализовать сразу все из этих аспектов. У каждого есть проблемные зоны, поэтому пока они их не исправят, ни о какой борьбе с Льюисом не может идти речи. Так что, как и по ходу предыдущих нескольких сезонов, Хэммертон абсолютно заслуженно вновь завоевал титул. Уверен, что в следующем году ему придется нелегко, так что расслабляться ни в коем случае нельзя, ведь на кону повторение величайшего в истории рекорда Михаэля Шумахера, и как мне кажется, Льюис не только способен его повторить, но и даже превзойти. Друзья, огромное вам спасибо за весь этот год. Мне было очень приятно делать весь этот контент для вас. Уверяюсь, что в следующем году будет еще круче, поэтому поздравляю всех с наступающим и желаю отличных праздников. Также не забывайте подписываться на канал, давайте до нового года успеем достигнуть отметки в 40 тысяч подписчиков. Ну и конечно же ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Ну а на сегодня на этом все, удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok